Алматинца Каласа Нурпиисова задержали в начале года. 3 января, когда он возвращался с 40-дневных поминок по диссиденту Арону Атабеку, его схватили полицейские. Нурпиисов и еще около десятка активистов были отправлены под административный арест на 15 суток по обвинению в незаконном митинге. Но 5 января всех их без объяснения причин выпустили из спецприемника. В Алматы в тот день проходили массовые протесты, которые вылились в беспорядки. Нурпиисов примкнул к толпе, которая шла в аэропорт. В течение около часа люди были в аэропорту, затем разошлись по домам. Через несколько дней после беспорядков к Нурпиисову нагрянули с обыском полицейске. 18 января Каласа увели из дома и поместили под стражу. Полицейские допрашивали Каласа Нурпиисова более четырех часов. Затем суд избрал меру пресечения. Его подозревают в участии в массовых беспорядках. 31 марта прошло заседание апелляционного суда. Нурпиисова отказались освободить под залог. 43-х лет Николас Нурпиисов ранее был учителем истории. В 2019 году его уволили после участия в антиправительстве на митинге. Его жена говорит, что преследования на этом не закончились. Во время дворских событий в Казахстане погибли не менее 238 человек. Власти сообщили о возбуждении около 3000 уголовных дел в связи с событиями. Прокуроры заявили, что расследуют более 170 дел по статьям терроризм и массовой беспорядки. Продолжение следует...